Здравствуйте! Вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Сегодня вы увидите. Записался и пошел. День открытых дверей на Спартаке прошел на ура. В здоровом теле здоровый дух, а начинать заниматься спортом никогда не поздно. Вот они какие, покорители водной стихии. В гостях у программы побывал известный гребец-байдарочник Артем Кананюк. В начале сентября во многих спортшколах города проходят Дни открытых дверей. И во время этих физкультурных праздников ребята могут записаться в любую спортивную секцию. Перед входом на стадион Спартак многолюдно. Пока родители будущих спортсменов изучают информационные стенды и интересуются возможностью поступления в секции, возле входа в спорткомплекс ребята уже начинают знакомиться друг с другом. Среди них есть как и новички, пришедшие в спортшколу впервые, так и спортсмены-разрядники, некоторые из которых продемонстрировали свое мастерство, а другие записались еще в одну секцию. В начале физкультурно-спортивного праздника перед пришедшими к стадиону Спартак выступили лыжники. Лыжный спорт – один из самых массовых видов спорта в России, особенно в тех районах, где зима продолжительная и снежная. А лыжные гонки как прикладной вид спорта гармонично развивают человеческое тело и продлевают жизнь. Об этом с уверенностью говорит прославленный рязанский лыжник и тренер Анатолий Егорович Бирюков. Занятие лыжными гонками до глубокой старости – это я ощутил на себе. Мне вот уже много лет, а я еще выхожу на старт, соревнуюсь по ветеранам. Естественно, наш вид, он очень хорошо воздействует на организм человека. И тренируются функциональные данные, и дыхательные аппараты, и все остальные. Далее мероприятия в рамках акции «Запишись в спортивную секцию» переместились непосредственно на арену стадиона «Спартак». Здесь показательные выступления провели ребята из секций бокса, греко-римской борьбы, восточных единоборств, художественной гимнастики, гребли на байдарках и канои, футбола и, конечно, королевы спорта – легкой атлетики. Воспитывает выносливость, во-первых, физическую подготовку, что сейчас в наших детях, в младшем поколении, очень ново, грубо говоря. Ну, физическая подготовка в основном меня привлекла, мне нравится, меня тянет сюда. Большой популярностью в Рязани пользуется и главная игра с мячом на нашей планете – футбол. Молодые футболисты на стадионе провели небольшую тренировку, показали технические приемы. А тренер Николай Сенин считает, что коллективная игра – это отличный выбор для подростков. В частности, футбол и вообще активный образ жизни, другие виды спорта просто-напросто помогают в жизни. Попал человек в какой-то коллектив, в первую очередь смотрит он, не в последнюю очередь смотрит, какой он физкультурный спортсмен, что умеет в этой жизни, особенно, когда ты человек молодой. С чем тебя привлекает футбол? Почему ты записался? Твои коллеги, твоя команда вся, да? Да. Ну, мне нравится футбол, потому что командная игра. Да ты ездишь, что ли? Ну, не знаю еще, что сказать. Не меньший интерес у горожан вызывают секции боевых единоборств. Причем записаться, например, на бокс и повысить уверенность в себе желают не только парни, но и девушки. Придя на бокс, все говорят, ой, вот ты будешь перекачанной, ты будешь некрасивой. Это совершенно не так. Бокс – это здоровье. То есть нужно постоянно этим заниматься и следить за этим. Вот. Все говорят, ой, разобьют нос, у тебя будут синяки. Да, синяки бывают, но девушкам это легче, у них есть косметика. Нам повезло больше. Ну, ребята хвалятся своими синяками, а нам легче их замазать. И оставаться красивой и замечательной. Надо сказать, что на прошлогодней городской акции «Запишись в спортшколу» побывал и прославленный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко. Тогда в муниципальном культурном центре представили экспозиции о достижениях своих воспитанников 17 различных спортшкол. Федор Емельяненко осмотрел стенды и сообщил, что его, разумеется, как президента Российской Федерации ММА интересовали профильные дисциплины. У вас хорошая школа дзюдо, хорошая школа бокса. Сам лично я очень близко, знакомый, дружу с амбистами боевыми. И по сборной России знаю многих. Поэтому бойцы у вас есть. А еще встреча с таким прославленным бойцом придает молодежи сильную мотивацию занятий спортом и желание моментально оказаться в секции и быть хоть немножечко похожим на своего кумира. А увеличение массовости занятий как раз и способствует дни открытых дверей в спорткомплексах. Всего же в спортшколе «Олимпийц» развивается 10 направлений. Новинка этого сезона – известный многим зимний вид спорта – биатлон. Сейчас уже идет набор ребят. В целом, акция «Запишись в спортивную секцию» по мнению родителей была отлично организована. Ведь можно было записать своего ребенка буквально сразу. Конечно, многих беспокоит вопрос, с какого времени можно вести ребенка на спорт. И если раньше отбор по некоторым дисциплинам был весьма строгим, то сейчас после адаптации спортивных программ и нагрузок буквально в любую спортивную секцию с радостью возьмут уже и в 8-9 лет. И к тому же практически хором взрослые говорят, что физические занятия укрепляют здоровье ребенка, улучшают дисциплину и, как ни странно, даже положительно влияют на учебу. По своим детям, скажу, не знаю, как по остальным, но заметно, да, то есть дети стали более как бы собранными, более, ну, не то что занятыми, а более эффективно, качественно проводящее свое время. То есть они успевают и поиграть, и погулять, и спортом позаниматься. То есть они более как бы рационально, ну, относятся к своему времени, скажем так. Ну, я считаю, что спорт – это самое главное, что есть в жизни. Они вот, девочка уже с 3-х лет занимается, он с 4-х, фигурным катанием. Решили еще что-нибудь новое попробовать. Ну, и не бросай фигурное катание, прошлую секцию, или… Не бросать фигурное катание, попробуем что-нибудь еще. Человек будет занят, он не будет болтаться на улице, непонятно, где будет предель, будет стремиться к успехам. Конечно, не из всех вновь поступивших ребят получатся именитые спортсмены, но, несомненно, занятия спортом сами по себе оставят правильный след в жизни любого молодого человека. Жаркое солнечное лето осталось позади вместе с мечтами о том, чтобы блистать спортивной и натренированной фигурой на пляже. Но не беда, впереди еще не один купальный сезон, но готовиться к нему давайте заранее, чтобы на этот раз уже наверняка. В здоровом теле здоровый дух, а красивая фигура, подтянутые телом и крепкие мускулы – мечта многих и многих. Главное здесь – не сомневаться, что мечта эта вполне осуществима. Очень захотеть и перестав откладывать на неопределенное будущее – начать. Да-да, именно взять и пойти, например, в тренажерный зал. В первую очередь нужно перестать стесняться, а если не очень получается, и вы уверены, что будете чувствовать себя не в своей тарелке, нет ничего лучше хорошей компании. Берите друга или подругу и вперед, вместе покорять кантели, штанги и беговые дорожки. К тому же, как утверждают опытные посетители спортзалов, вместе сложнее прогуливать тренировки. Проще себя заставить, когда бывает не хочется идти в зал, когда устал после работы. Один другого будет заставлять, и это будет оптимальный вариант. В общем, компании есть, вещи собраны, тело готово к спортивным подвигам, и вот он, спортзал весь, целиком и полностью в вашем распоряжении. Сразу оговоримся, каждая тренировка – это система. Система, выстроенная по определенной методике. Подход «беру ганты» или «кручу, как хочу» тут не пройдет. Конечно, если вы изучили массу литературы и основательно теоретически подготовились, можете попробовать заниматься самостоятельно. Но в этом случае имейте в виду, что вся ответственность за ваш организм и его сохранность лежит полностью на ваших плечах. Поэтому оптимальный вариант – занятие с тренером. Профессионал все вам расскажет, покажет, подберет нужную программу и поможет достичь желаемого результата. В зале больше возможностей для достижения гораздо большего количества целей. Для любого человека. В плане спортивных достижений абсолютно любых. Можно накачать силу, можно накачать ловкость, быстроту, можно укрепить сердечно-сосудистую систему. Опять-таки, в кардиозале, на дорожке беговых. То есть спектр вообще полный. На то он издал тренажерный, где все основные снаряды, они в одном месте сфокусированы. Вот какие цели? Вот почему спортзал – это как? Это спорт, стиль жизни? Каких-то чего-то добиться хотите? Как? Вот почему? Мне интересно. Ну, поддержание формы и хобби. Таких огромных целей, конечно, нет. Но для себя это правда. Не отлыниваете? Нет. Заставляете себя сюда идти или уже необходимость какая-то? Додисциплинированность. Просто привычка уже. Как на работу люди ходят, так же и три дня в неделю занимаешься. Что тебе может, например, помешать сюда прийти? Нет никаких ограничений. Я прихожу в любую погоду, в любое время. Мне нравится здесь заниматься. Я с удовольствием здесь занимаюсь. А давно занимаешься спортом? Ну, лет… год-три, наверное. Вот чего ты хочешь добиться или как? Просто для души? Просто для себя. Чего вы хотите добиться конкретного или просто для души? Восстанавливаюсь после армии и хочу выступать потом. Чего ты хочешь конкретного добиться или просто так, для души? Для себя, для поддержания себя в форме. Словом, обзаведитесь терпением и не теряйте целеустремленности. И тогда, но уже совсем скоро, спортзал станет вторым домом. А гантели, штанги и прочие спортивные прелести – лучшими друзьями. И несмотря на то, что лето уже позади, и на пляже не удалось поблистать накачанным прессом, впереди Новый год, да и вообще. Целая жизнь. А сейчас, как и обещали, материал о молодом, но уже титулованном и состоявшемся мастере гребли на байдарках Артеме Кононюке. Гребля на байдарках и коноям – захватывающая разновидность водного спорта. По-другому еще именуется как гребля по гладкой воде. В Олимпийских играх участвует с 1936 года, хотя неофициально на Олимпиаде была представлена еще в 1924. Исходя из названия, можно легко догадаться о типах лодок в описываемом виде спорта – каноя и байдарка. В гребных видах сочетается немало дисциплин, пользующихся данными типами лодок, но в Олимпийскую программу входит исключительно гребный слалом. Археологические сведения настоятельно убеждают нас о неимоверно древней предистории появления байдарок с каноя – два с половиной тысячелетия до нашей эры. Раскопки, методичные исследующие Египет, на надгробии обнаружили рисунки весьма схожих типов лодок. Впрочем, чего далеко ходить, если немногим более полувека назад близ Воронежа при раскопках наткнулись на челны, изготовленные из дуба. Его возраст оценили в четыре тысячи лет. Первую современную байдарку, получившую мировое признание, сконструировал шотландский юрист Джон Мак Грегор в 1865 году. Лодком с названием «Роб Рой» простирался в длину на 4,5 метра, раздаваясь в ширь на 76 сантиметров. Так что шотландца можно смело отнести к зачинателям такой спортивной дисциплины, как гребля на байдарках и каноэ, за что ему и спасибо. В нашей области гребля является одним из ведущих видов спорта, а рязанские тренеры могут гордиться не одним поколением известных гребцов. С одним из таковых познакомилась наша съемочная группа. Артем Кананюк, мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ, чемпион России, да и просто гордость земли рязанской. Кстати, буквально на днях Артем вернулся с чемпионата России, который проходил в Краснодаре. В целом выступлением целиком команды мы остались довольны, потому что везде, где заявились, удалось взять призовые места. Скажем, не везде мы выиграли золото, но тут уже, наверное, грех жаловаться. Утешительные призы нам удалось взять, и какие-то задачи мы выполнили для себя на этом этапе. А вот самым запоминающимся и самым удачным выступлением в жизни Артем считает участие в чемпионате мира 2009 года. Говорит, что именно это событие поменяло жизнь. Успех на чемпионате стал последней точкой в принятии решения о том, чтобы заниматься спортом профессионально. А вот появился именно и этот спорт в жизни, наверное, все-таки не случайно. По словам Артема, все просто уникально и удачно сложилось. Отец родом из Херсона, где гребля всегда была и остается на очень высоком уровне. Однажды, случайно попробовав грести, обрел занятие всей своей жизни. Когда пришел, понравилось, ну, на природе все это красиво, конечно. И действительно, глядя на спортсменов на тот момент взрослого возраста, я смотрел, ну, ничего себе, дядьки такие здоровые все. Хотелось быть таким. Сейчас Артем сам никто иной, как достойный пример для подражания подрастающему поколению и не только гребцов. Несмотря на то, что гребля на байдарках и каноэ очень увлекательный, красивый и где-то даже завораживающий вид спорта, постоянное украшение водной стихии, сплошная романтика, требует не только сосредоточенности, выносливости и многих часов тренировок, но и полной самоотдачи и способности и желания работать и работать. Без абсолютной и безграничной любви к спорту здесь не обойтись, уверяет Артем. Спорт – это такое уникальное, удивительное, такое приятное занятие. Об этом понимаешь, когда вот твои сверстники начинают уходить из спорта. И вот, ну, там, в силу разных обстоятельств приходится уходить, и ты понимаешь, что круто, что я еще здесь. Вот где-то, если бы удалось это, допустим, молодому спортсмену поймать вот этот кайф, мне кажется, это помогло бы ему добиться результата. По крайней мере, я сейчас придерживаюсь такого крета. На сегодня это все. Будьте спортивными, будьте активными, и пусть в любом деле у вас открывается второе дыхание. Субтитры подогнал «Симон»!